Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Первое. Когда муж пьёт зверей, пьёшьте вы. Смотрите, здесь стиль КК, что агрессия не является чем-то самостоятельным. То есть агрессия свидетельствует о наличии определённых проблем у вашего мужа. И сейчас такая вот агрессивность выражается через соответственно какие-то действия. Ну, посредством алкоголя, например. Если это убрать, если это убрать, то ну он скорее всего будет пытаться делать что-то другое. Ну, он будет стремиться делать что-то другое. Скорее всего. То есть наличие или отсутствие алкоголя по факту не решает именно проблему наличия или отсутствие алкоголя. То, что ваш муж крушит, всё это связано с его определённой трудностью, с его определёнными проблемами. Ну, никак не именно с алкоголем непосредственно. То есть именно алкоголь здесь не первичен. То есть вот вы делаете ошибку, думая, что всё дело именно в алкоголе. Нет. Сделать не в алкоголе, а дело как раз таки именно в том, что ваш муж пытается через алкоголь решить подавить что-то или решить. Это, пожалуй, куда более важный момент, чем то, о чём вы пишите. Дальше. Тут факт, что мышина принимает на вас руку. Ну, в первую очередь, наверное, свидетельствует о вашей... Эм... 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 В Инжене... Сонатлинг. То есть, как-то так вот получается, как-то так вот получилось, что вы позволяете мужчине поднимать на вас руку и, на мой взгляд, с этим тоже нужно работать. Вот почему вы позволяете мужчине поднимать на вас руку. Вот. Это крайне важный момент. С учетом того, что мужчина пьет, вы, вероятно, находитесь в становительных отношениях. Вот. И, соответственно, вы боитесь, там, допустим, с ним растутся, боитесь от него уйти. Вот. Например, боитесь от него уйти. Есть ли у этого причины? Да, есть. В частности, причина в том, что вы нуждаетесь в семье. Вам именно, вот, что нужна семья, а вы именно, что хотите, чтобы она у вас была. Вот. Вы именно, что хотите ее сохранить. Вот. Вот. К сожалению, не всегда это возможно. Вот. И на отношениях нужно работать. То есть дело здесь не только в том, что и как ведет себя муж ваш. И что он делает. А дело здесь еще и вас. Дело здесь еще и в том, как вот непосредственно вы сами выстраиваете отношения. Вот. Потому что эти отношения, которые у вас сейчас, вы выстрелили их. Вот. Вы их выстрелили. И соответственно, я полагаю, что у этого есть свои основания. Да? Вот. А то, что вы предлагаете, например, ну вот, допустим, мужу, да, то, что вы спрашиваете, вот, значит, перестанет ли он все крушить, если бредит пить, то это вот, к сожалению, не совсем корректно. Не совсем корректно, я бы сказал, постановка вопроса. Вот. Потому что проблема вашего мужа, она заключается в чем-то другом. Ну, то есть можно, конечно, предположить, все можно, все можно, все можно заключать. Вот. Но лучше будет разобрать эту ситуацию. Вам, в свою очередь, имеет смысл рассмотреть возможность продвижения так называемой жесткой модели любви. Вот. чтобы для вашего мужа снизилась эффективность, снизилась выгода такого поведения. Потому что сейчас, на мой взгляд, для него нет каких-либо оснований для того, чтобы что-либо в своей жизни менять. То есть, эм, что-то не нравится вам. Это понятно. Но его все устраивает. В целом, я сказал бы, что нужно провести анализ ваших отношений. А вот. Ну, для того, чтобы несколько лучше, э-э-э. Понять вам того, чтобы несколько лучше, э-э-э. разобраться в вашей ситуации. Вот. И ответить, наверное, на этот вопрос. Можно ли ваши отношения в спасти. В принципе, гармонизировать можно любые отношения, но... именно вот от... какой-то идеи... да, именно, именно от идеи... . ...э-э... . . . . . . . . . Ну, наверное, нужно будет отказать, вот, там еще, может быть и получится, а может быть и нет. Вам важно двигаться, ну, вперед, вне зависимости от того, будете ли вы это делать с мужем или будете вы это делать одной. Сейчас мы очень уверены в том, что вы никуда от него не денете, собственно, поэтому он себя в честь ведет так. И я боюсь, что ситуация не изменится. Пока вы, например, не начнете в большей степени себя стыдить, пока вы не начнете себя уважать в большей степени. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешит. Спасибо.